Лёшенька, где ты познакомился с Фимой? Да вот здесь сегодня мы познакомились. Что ты лжешь? Что ты имеешь в виду? Что ты лжешь? Ребят, одно удовольствие. Вот быть в это время в гримёрной, в костюмерной, когда они друг другу... Я должен сказать, мы не скажем так, кто и кто. Нет, мы устраиваем скандал. Мы один раз стали... Знаешь, что специально собираются в гримёрку, когда мы... Да, чтобы это послушать. Снизу, снизу принимается народ, когда... А скандал начался, Фима, однажды я в шутку, в общем, так, чтобы Фима слышал, он сидел в гримуборной, вот, и я, чтобы Фима слышал, я сказал, вот, когда в 75-м году я маленьким мальчиком был в расцвете Фиминого творчества на его концерте... Тварь! Нет, ты сказал другое слово, оттуда всегда слышали, дрянь какая, ну, вы подумайте, а ну, дрянь просто, вот, и я, да, и я говорю, я тогда в общем... А это действительно, я ходил на Фимин концерт, я ничего не понял, я заплакал, меня вывели, в общем, вот так я первый раз... Два раза, дрянь, вот, дрянь такая... Вот, а потом заходит Михаил Ефимович Гримуборный, у нас уже скандал в самом разгаре, Фима сидит распаренный, что-то себе рисует и говорит, Михаил Ефимович, почему ты здесь, вот, я популярный, в общем, артист и должен делить Гримуборную с артистами вторых составов, вот, ну, в общем... С артистами ансамбля, я тебе говорю... Нет, артисты вторых составов, потому что мы с тобой, Фима, делим иногда одни музыкальные партии. А когда я ему говорю, ты хоть, Фима, хоть, в общем, очувствуйся, в общем, где ты находишься, он говорит, вот хоть ты будешь говорить в малом театре, потому что, а в театре мюзикла за хоть могут её выгнать. Вот, в общем, вот такие скандалы, в общем, ничего хорошего про Фиму я рассказать не могу, но... Третий раз ты дрянь. Дрянь такая. Третий раз ты дрянь. Дрянь. Скажи мне, ты что-нибудь споёшь или нет? Нет. Своим вот этим противным мерзким голосом, нет? Ещё хотел рассказать. Или ты хочешь нового скандала, вот сейчас здесь второй состав, третий ты состав, понял? Лёша, четвёртый, пятый, шестой. Когда мы поём с тобой, Фима, мы всё время с тобой боремся, кто победит, опыт или молодость. В общем, Фимочка, Фимочка, но на самом деле, все здесь присутствующие, ну, в общем, соврать мне правду не дадут. Фима, он лишён тех качеств, которые, в общем, присутствуют, должны присутствовать, вот по идее, ну, как мы говорим, у нормальных артистов. Ты лишён чувство завистия, ты совершенно беззлобен, вот, ты очень начитан, ты очень воспитан, нескушен, послушен, не скуп и не глуп. Я тебе спою незатейливую песенку, Фима, она будет исполняться на... Да хоть какой, хоть... Ты хоть, ты будешь в малом театре говорить, да. Хоть эту, хоть другую. Какой ты ёмкой. А ты юркой, да. Я вёрткой. А я броской. Правильно. Вот. Я спою незатейливую песенку на иностранном языке, она, в общем, она практически о тебе. Там дело происходит в маленьком городе, где мама готовит детям вкусные вещи, а потом приходит человек и говорит детям, пойдёмте погуляем. Они попадают под дождь, и, в общем, все они так радуются, потому что они промокли, их все считают шутами, а они говорят, нет, нет, мы отнюдь не шуты, мы просто счастливые люди. Вот. И я хочу тебе спеть эту песенку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И четыре дня я провела с Фимой и Лёшей Колганом. Мы ходили сначала по Ялте, потом... Это было ещё ничего, потому что в Ялте много приезжих, в общем-то, много артистов, там как-то всё было достаточно спокойно. Но когда мы приехали в город Севастополь и пошли в город, я поняла, что вот хорошо, что это три дня. Потому что как бы больше я вряд ли бы выдержала. Но узнают и одного, и другого. Но где-то узнают одного, а где-то узнают другого. Ни один, ни другой этого пережить не могут. Если узнают обоих, это тоже плохо. Потому что, значит, вот это всё, что вы видели, да, это вот хорошо, когда в гельмёрке, в театре среди своих, а это толпа на улице, да, люди. Кто-то приехал отдыхать, кто-то живёт в этом славном городе Севастополе. И Фима с Лёшей. И между ними... И вот, как он орал, зачем вы узнаёте моего костюмера? Как это выдержать? Как это выдержать? Зачем вы узнаёте моего костюмера? Ну это что, это человек, разве? Ошибся, ошибся. Я должен был сказать, зачем вы узнаете моего гримера? Моего стилиста крупного. Слышали, да? Это так, это мелкие отголоски. А вы понимаете, да, когда публика ещё вокруг, и публика, раскрыв рот, на это смотрит, они же артисты. Поэтому это всё удваивалось, утраивалось. Мы же ещё заходили в какие-то магазинчики, там было отдельное представление. Мы приценивались, Лёша. Я искал ему одёжу. На его размер, понимаете? В детском мире. А потом мы начинали эту одежду торговать друг другу, уже не замечая продавца. Тань, а ты не помнишь Теви, случайно? Вот просто на... Ты же слухач. Пой, Фима, пой. Нет, я знаю, что я хочу. Хочу узнать, как он мне мешает просто, если бы... А вы вдвоём будете петь, Фимочка? Вдвоём идите, идите вдвоём. Вдвоём, давайте, давайте, давайте. Это испробно. Скажем, будь я Ротшильд. Ты просто растрясь со мной. Скажем, будь я Ротшильд. Я бы делал всё, что захочу. Всё сейчас не по плечу. Хэ, и уж тут, конечно, я ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да. Гордая заморская родня С радостью признала бы меня. Я б дом себе подстроил рядом с синагогой, Чтобы недалеко ходить. И этим домом смог бы многих удивить. Вела б одна из лестниц в спальню, Другая лишь из подвала на чердак. А третья шла бы в небо просто так. А во дворе гуляли птицы все те, Которых людям можно есть. Да столько, что их за день не перечесть. И громкий гвалт, кря-кря-кря, га-га-гаку-крику, Для всех был очень верный знак, Что здесь живет уж точно не бедняк. Скажем, будь я лучшим, не помнешь ни черта. Я ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да. Я бы сладко время проводил, Не щадя последних сил. Я же просто деви. И я ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да. О, мой Бог, ты сердце сотворил, Всех навеком, навек определил. Почему ж ты сразу не решил, Чтобы я ехти и богатым был? Как ты мне мешал. Как ты мне мешал, Леша. Фима, а как ты мне мешал своим незнанием слов. Да. А ты незнанием музыки. Давай поцелуем Танечку на этом все. Как ты хором. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ